Песня Николай Игоревич, помолившись, попросите благословения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты оставил Новый Завет. Изучайте Слово Мое, которое я сказал. Изучайте, исследуйте, ибо все написано обо мне. Посему просим Тебя, Господи, вразуми, наставь, поддержи, чтобы Слово Твое было в нас, действенно, чтобы мы принимали, понимали и исполняли. Во имя Твое и во славу Твою. Аминь. 13 глава Откровения, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Толкование. Кончину века, имеющую мудрость, христиане смогут и по имени определить Антихриста. Это будет для них окончательным удостоверением в том, что явившийся владыка мира и есть Антихрист. Число человеческое. Этим указывается, что Антихрист будет обычный человек с человеческим именем. Число этого имени и приводит Иоанн. Каждой букве у евреев и греков соответствовало число. Сумма всех чисел, соответствующих буквам слова, считалась числом этого слова. Таким образом, число 666 есть число имени, которое будет носить Антихрист. Об этом имени Прескверного говорил и Христос. Иной придет во имя свое. Его примите. По некоторым древним спискам это число читается как 666. По другим, как три рядом стоящие цифры 6. 666. Это два чтения не представляют собой различия по существу. Существует очень много попыток объяснить число 666 символически. Например, первая шестерка – число дней творения мира Богом и дней человеческого труда. Вторая – отрицательный момент, как указание на то, что не имеет свойства божественного совершенства. Третья – означает боговраждебное стремление обладать миром. Ясно, что все такие толкования страдают одним общим недостатком – полной произвольностью. Такое нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Придумать же таких толкований можно сколько угодно. Неверные понятия, что число 666 означает время пришествия Антихриста. Неверные потому, что здесь это число употреблено явно в связи с именем Антихриста. К тому же число 666 никак не отождествит здесь с действительным временем прихода Антихриста в мир. Таким образом, число 666 должно разуметь исключительно как число имени. Так учили и древнейшие толкователи Апокалипсиса – святые Иустин Мученик, Ирине Леонский и Полит Римский Андрей Кисарийский. Много было и попыток точного определения имени Антихриста. Есть ряд имен, число которых 666. Таковые – Лампетис, Освященный, Титан, Солнце, Латиник, Венедитт, Благословенный. Возможно, подражание воистину Благословенному Христу. Кроме того, толкователи, которые видят под апокалипсическим зверем личности римских императоров Нерона или Диоклетиана, нашли, что числу 666 соответствует Нерон Кесарь и Диоклетиан Август. На Нерона указывают в своей статье Откровение Энгельс. Но в этом две натяжки. Во-первых, почему в книге, написанной по-гречески, имя зверя должно читаться по-еврейски? Во-вторых, почему берется не просто человеческое имя, но имя и титул – Кесарь Август? Хотя император Нерон действительно может рассматриваться как прообраз Антихриста. Нерон – первый великий гонитель христиан, Антихрист – последний. Помимо собственных имен, можно указать и нарицательные имена, имеющие тоже своим числом 666. Это худой руководитель, древний завистник, истинно вредный, неправильный агнец. Таким образом, предсказать, какое же именно будет имя у Антихриста, невозможно. И нам дано это число не для того, чтобы пророчески предсказывать имя Антихриста, а для того, чтобы, когда он явится, точно убедиться, что это он. Ирине Ирионский даже предупреждает. Немалой опасностью угрожают тем, которые ложно присылают себе знания этого имени Антихриста. Ибо если они полагают какое-то имя, а он придет с другим, они легко будут обмануты, думая, будто еще нет того, кого надлежит исперегаться. Причину же того, почему имя Антихриста не записано явно, святой Ирине и называют такую. Иоанн показывает число имени Антихриста. Имя же его умолчал, потому что оно недостойно быть возвещенным от Святого Духа. А святой Андрей Кисарийский пишет, «Божественная благодать не своеизволила, чтобы в божественной книге было написано это пагубное имя». Возможно, что есть какая-то связь с Антихристом у Адоника Ма, вернувшегося за Рававелем, из Вавилонского плена, о котором сказано. Сыновей Адоника Ма 666, 1 Ездра 2.13. Число 666 встречаем еще в Третьей книге Царств. В золоте приходило Соломону в каждый год. Весу было 666 талантов золотых сверх того, что получаемо было. Как 7 число Божественной полноты, так 6 число Антихриста. 666 сатанинская полнота, как тройное повторение шестерки. Ирине Леонский указывает также на значение числа 666. Замечаем, что одинаковое повторение числа 6 трижды означает восстановление Антихристом всего Богоотступничества, которое было в начале, в середине и будет в конце времен. Как имя Иисус было общеупотребительное в Ветхом Завете и стало спасительным и страшным для бесов только с пришествием в мир самого Бога Человека, так и имя Антихриста сейчас, возможно, общеупотребительное, а приобретет всю сатанинскую силу и станет прескверным только с явлением Антихриста. Так святой Иоанн написал царство Антихриста – самое мрачное время бытия человечества. Интересно указать число имени Иисус. Тут по буквам вычисляется. Имеем 888. Об имени Девы Марии есть такое повествование. «Когда у Еленов был весьма великий голод, воздвигли храм. Воздвигнув, вошли в кумирницу, вопросив Аполлона, кумира своего, в честь какого Бога наречет сей храм. Скажи нам, о пророчествующий Аполлон, чей будет этот храм и чему надлежит быть? Аполлону же не попущено было молчать, но, опаляемый от обеих сторон, неизвеченной силой, он ответил им, говоря так. «Я поведаю вам единого Бога, Высшнего Царя, которого слово без метлений в пречистое Деве носимо будет. Тому будет храм этот. Имя же Девицы дважды по семьдесят дважды шесть». Итого получается семьдесят умножаем на два плюс два умножаем на шесть равно сто пятьдесят два. И действительно, число имени Марии есть сто пятьдесят два. «А Вы когда начали проходить откровение?» «Еще зимой. Когда?» «Зимой, по-моему, до рождественского поста». «Тут, может быть, не одно имя, а два имя, один, у них вот, как и в Беломи был, верный голос». «Так может быть». «Да это и не надо». «А вот Титаник, это, Титаник, это очень сильно подходит. Шестьсот шестьдесят шесть». «А я видел, как спичками накладывают, шестьсот шестьсот шесть, там спички поворачиваются, получается, ленин спичками». «Ну, это ничего не даст, даже точно ты знать будешь, но еще он где-то там». «Это не просто так, повалили человека, товар поставили и все, сатане пошел». «Сейчас что делается, это что нельзя в магазин не зайти, набрал, а выпустит, не выпустит, чего-то нет». «Ну, он говорит, я деньги дал там какой-то другой женщине, она это купила, вышла и меня отдала туда». «Это проба, уже платную подошла». «Ну, вот так. Желание, если есть, быть верным Богу, Господь усмотрит». «А где лучше?» «Ну, лучше где-то вдалеке, в пещере, в горах, в тайге». «А кто-то и на самом деле будет на верхотуре и еще не сделает». «Только одно, не отрежься. Мы об этом молимся каждый день. Укрепи Господи». Но на эту тему проповедовать это бесполезно. Людям это не надо. Вот у нас машина, там 7, 8, 24. Ну, кто-то посчитал и видит, семерка. И там 2, 5. Ну, что-то такое. Ну, и говорит, это божественная у нас машина-то. А я говорю, а сложи все буквы, получаю там 18. А 18 – 6, а 3 – 18. Три шестерки сразу отступились. Кто-то что хочет видеть, то и блазит ему. Я студентам и семинаристам задавал вопрос. Выучите все. Ну, даже, знаете, пришел к своим, и свои не приняли. Почему не приняли евреи? У них это главное было в Шма-Израе. «Слушай, Израиль». И все сводилось к тому, что придет освободитель. Ну, все направлено на то, чтобы свернуть иноземное игорь. Чтоб страна была свободна. «Анбаса о свободе?» А то я, по-моему, еще не сказал. «А как? Как довериться Богу?» Вопросы-то вот задавайте, какие есть. Тема «Опасность» или «Опасность»? «Опасность» или «Опасность»? Это вот антихрист, антихристы, если люди, которые из этого не выходят, нисколько. И они еще не успевают. Мы говорим о Христе, признаке пришествия Христа, а он – перед этим. А объявляйтесь? Сколько хочешь, чтобы было? «Пришествия». Я вот смотрю на книги, сколько? Раз, два, три книги. Четыре. Происхождение этой книги, оно тоже необычное, могу сказать. Мое издание. Когда я обратился к Богу, а это было 27 сентября 1962 года, нынче, 27 сентября будет ровно 60 лет. 60 лет, как вчера. А как понимать-то, толкования-то нету. И вот приехали наши, отправили из Венсплоса, в город Клайпеды, из Златы и Глитвы, на ремонт, ремонтный завод. Ну, ремонтный завод не я же ремонтирую. Я на корабле, я должен смотреть за штурвалом стоять, а время-то свободное. И я пошел. Пошел и сразу искать стал дверющих. Говорят, а есть дверющие. А это оказалось, старообрядцы, поморцы, у них священцы. Ну и познакомился, и там хозяин. Сколько лет я его не знаю, но, видимо, уже, может быть, 50 было, коренастый такой. Вот. И он меня пригласил к себе домой. Нам где-то 24 года. И я спросил, он говорит, а толкование есть, блаженный атрофилак? Я такого не слышал даже. И он мне дал, я как-то открыл и поплыл. О, все растолковано. Я не знаю, то ли мне бумагу дали. Я сел и сижу в комнате, а у него две девчонки. Наверное, 16-17 такие. Высокие, стройные, разоболосые, коса там в руку. А я косы любил. Любил их все по сей день. И вот они пройдут туда-сюда, я их не вижу. Я скорее пишу и пишу. На завтра опять не свет не заря, я дежурю, сто ночной дежурю, бегом сюда. Ну, кончили, я дошел до 24-й годы Матфея. А это много. Переписал. Я писал сокращенный. И все потерял. Дальше я не могу выйти никак. И потом только, снова я нашел этого старого вяза в Новосибирске. Тимофея Никола там дал. Далее мне. Дальше я уже начал в силу законспектировать. Торопиться некуда уже. Я просто переехал на стройке, работаю. И теперь у меня полностью. А уже когда стал заниматься в университете преподавать, я это, что есть, переписал на машинке. Полностью толкование. Ну, сокращенно. Как конспект. И по нему идут занятия. Полный курс у меня уходило 4,5 года. Ну, по лету это расширилось. Пять лет стало. Ну, охота была издать лучше. И вот лучшее вот это вот то, что мы сделали. Нашел перевод. Густаво Дорем, это черно-белое. А который сейчас он светной. Здесь 104 иллюстрация. А, ну, 230. Ну, большая разница. И еще 10 классика. Дальше. С чем я, там, не согласен или не согласен расширить. Это я 319 комментариев дал в интервью. Комментариев, но и страницу занимает. Ну, и меньше. Вот сколько загадков везде сделали в книжках. Это вот третий том. Первое – белое, то есть желтое. Второе – синее. Третье – красное. Свет российского флага. Вот сколько всего здесь. Отдельные слова. Здесь, конечно, этого не видно здесь. Нам можно это показать. Вот так выделяем, которые слова там, а не выделяем. Видишь, как? Крупно. А внизу – ил. Геннадий Владимирович. Две маленькие черты. Здесь тарис, и здесь шкул. А то другой шрифт. Видишь, как сделано было? А в моем толковании? В моем толковании нету. В моем толковании нету. Это комментарий добавлю. Вот оно как. Эти слова я повторяю неоднократно. И вот оно как. Уменичивает их. Надо посчитать, сколько. Тут шрифтов. Один шрифт. Вот этот. Второй – вот этот. Жирный попсил. Который – мгновенный. Третий. Возвращение, там, четвертый. Ну, шесть шрифтов. Видишь, как? Довольно чисто. А второй раз мы сделали из полей. Полностью на все, чтобы увеличить ее больше. И вот сейчас опять готовится третье издание. И взялись три человека. Пока два. Первый пол, а второй проверяют на ошибки. И где будут по Е, нужно ее, чтобы поставить ее. Ну, уже по шестьсот страниц проверили. Проверит, кажется, одна из Белоруссии. Хорошая сестры. Вот такое дело. Готовим сейчас. Стоимость почти в три раза увеличилась. В бумаге. Говорят, сдать невозможно. Вот это я сдал два тысячи из октября. Второе – две тысячи. А третье решили пять тысяч сдать. Пять тысяч – это примерно двадцать три миллиона. Двадцать три миллиона, погибли. Ну, вот молимся все. Все время слышали. Господи, помоги и сдать нам трестого. Говорят. Ничего не добавляю. И мне, кто нападает, и говорят. А я считал, толкование не такое. А отец и считал. Ну, конкретно. Не знаю, почему. Это из тех святых отцов выжить и все. Сделал отец Геннадий Фас. Принесло это там договориться. Лучше этого толкования, я знал многие, но нигде не встречал это. Очень доступно, просто. Вот считаешь, если у этого вопрос есть, ты задавай вопрос так, чтобы у тебя, как говорится, отец корни пошли во все места Библии. Здесь именно по этому принципу. Вот как я сказал слова, а когда толкование идет, сколько раз это написано писание. А ты у меня считаешь, сегодня, допустим, о проповеди говорили. То раз. Два. Три. Шетыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Десять. День. Днадцати. День. Ну, примерно 28 лет, нельзя посчитать. А сегодня, никак, мы вставил ролик один Дмитрий Смирнов, освященник такой он был. И ему одна звонит, я вот, я верующая христианка, но мне сказали, я нашла, что мусульманство это лучше, и он ей там говорит, все, его уже нет, он умер. Умер, он даже в 73-м году, толстый такой. Ну почему прямо это не сказать? Они говорят, а ты место открой, я не 4.12 открою, 36 Евангелие от Иоанна, не другого имени под небом данного человека, которому надлежало Бога спастись. Там верующий Сын Божий, имей жизнь вечную, не верующий, не увидь жизнь, ты ей скажи, лучше там она, платочек, все, сравнивать вообще. Согласно Библии, мы видим, если не та камня с неба, то она приходит. Где попало, бродит, не на место писания, то есть они знают, тебе вопрос задали, а ты всегда думай, вопрос задали не тебе. Люди пришли узнать ответ Божий, вот, бери по такой шкале, а узнать, что я Божий, ты открываешь, описание, показываешь. Вот и все. Так говорит Господь. Все. Пошли, да. Мы 13 главу прочитали, в конце 13 главы приложение 4, опровержение генетийского лжеучения по фикрести, как о римском папстве. Читаем или пропускаем? Я не знаю, смотрите так. Давайте пропустим, домашний, дома прочитать. Я подарил эти книги папе римскому венедикту, когда были в Ватикане, где у них старт, и французскую венедикту, французскую. Ну, кто-нибудь? Чуть много места писали. Ну, тут так нормально продолжали. Считать надо, все. Одно будет один раз надо, по порядку. Глава 14, первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе сегодня, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Толкование. После мрачной картины антихристового времени, Глава 13, тайной зрителю показывается отрадная картина небесного блаженства победивших во Христе. И Агнец видит. Вот Агнец стоит на горе сегодня, и с ним 144 тысячи. Это напоминает слова апостола Павла к евреям 12 глава. «Вы приступили к горе Сиону, ведьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, и к судьям всех Богу, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови крабления». Под Сионом здесь не может, разумеется, буквально так гора, на которой стоял Иерусалимский храм. Но это небесный Сион, высший Иерусалим, город Бога Живого. В каждом городе бывают особо чтимые места, определенные памятники или иное что, определяющее лицо и значение города. Храм Святого Петра в Риме, Кремль в Москве и так далее. Здесь и Агнец, Агнец стоит на горе сегодня. Агнец – это Христос, бывший как непорочная жертва, закон за грехи мира. Не только для земли, но и для всей вселенной важна жертва Христова. «Ибо и там, в небесном граде, является он в виде Агнеца, чтобы посредством его, Агнеца, примирить с собой, Богом. Все, умиротворив через него, кровью Христа его и земное небесное». В колоссе нам 1.20. Вместе с Агнецом на горе сегодня и с ним видит Иоанн 144 тысячи. Кто эти блаженные за Христом? Андрей Кесарийский пишет, что эти 144 тысячи надо отличать от составленных ранее у всех колен Израилевых, но от детствий, которых не засвидетельствовало. Сравнение 144 тысячи в 7 и 14 главах показывает, что это не одни и те же. Общим является только число 144 тысячи равно 12 умножить на 12 умножить на тысячу, означающее многоплодие апостольского семьи. Характеристика же тех и других, 144 тысяч, разная. Там, в 7 главе, мы видели всю церковь, запечатленных в чад Божьих, выделенных из погибающих во грехах общества людей, сохраняемых Богом на земле во все времена, особенно же в кончину века Принтикости. Здесь, в главе 14, мы под 144 тысяч разумеем первенцем совершеннейших во Христе цвет и красу христианской церкви, а не всю ее. Это можно сравнить, как в главе 12, сын-муж, жены церкви и прочая тема ее. В главе 7 показаны не прочие только, а вообще все. 144 тысячи, в главе 14, это сын-муж, жены церкви, и то не все мужественные, нищие, чадо церкви, а только девственные. У этих 144 тысяч имя отца Ивановца написано на челах. На челах 144 тысяч, в 7 главе, полагалась печать. Но это была печать дара Духа Святого и Житворящего Христа, которая отличала на земле верных от неверных и ограждала их от вражеской силы. Здесь же мы видим иное. Эти 144 тысяч, в отличие от тех, находятся не на земле, а на небе. И надпись на их челах имени Бога Отца, есть осуществление обетования, данного победившим на земле. И напишу на нем имя Бога моего. Сравни также с подобными текстами. 2-я, 3-я глава. В главе 7 через печать подается спасение земным. Здесь награды, достигшим небом. Бога почитаний на земле уже призывает все существо подвижников, что отражается на их челах. Их вид именуется уже не лицо, а лицо. Небесные награды и завершением их Бога употребления на земле будут написанием имени Отца Небесного и на их челах. У Исихи, или уже это было, повеление было, печать, у них что-то, приборы, какие-то несчастливые, и сделайте печать. Печать, там не сертания у нас, а там и печать. А следом пойду там, где вы, которые будут поражать всех, у кого не хотела. И вот вы, может быть, видели, принц Египта, мультик показывает. Видите? Как огонь в голове загорается и гаснет священник. Я все, каждый раз это подчеркиваю. Вот смотри, народа было 2896 наций в мире. Независимо от друга, израиль испытывал влияние других культур, так говорят, и прочее. Ну и между собой они вмешались. Но хоть что-то сохранили никто. Никто и не один. А это мы, русские, никакого отношения к этому не имеем, как правило. А изучаем, пишем, живем для этого. Крестницы, знаете. Это раз не понятно, что божественное. Это не два, не три народа, а 2896. И только один народ сохранил все. И притом сохранил все, которое не надо даже. А отец с дощелями спит. Они рождают от него. А он называется праведник. Сейчас мусульманин, да у вас книга-то тут такая, там все написано. Я говорю, вот это и привлекаетесь. Другого нет. И сравнивать с чем-то. Надо брать писание. Я когда изучал там это у них, книга, Коран, все это выписывал, какая сумма, а когда дальше стал по счету рулетки встречаться, я понял, ничего этого не надо. Они не знают. Переводы я даю кулевые, ладно, один из лучших переводов. Они его не знают. И поэтому нужно два, три всего лишь места у них. Чтобы заказать, что без Христа никто. А они знают, в другой раз говорят, ну вот вы так знаете, а ислам не хотите принять? У меня ответ один. Разумный человек при своей памяти менять небо на землю не будет. Потому что ничего духовного нет. Я говорю, что у вас самое ценное? Ни один не ответил. Он начинает самое ценное. Ну там, что там, героизм, такая, друг друга заступают. Я говорю, нет, это везде есть. А вот то, что у вас есть, этого нигде нет. И у нас даже нет. У нас, в нашей группе это есть, а больше нет сейчас. Пятикратный намаз. Пятикратная молитва. Каждый день. Пять раз. Без пропус. Я говорю, а у нас семь раз, семикратный день. Как так? Вот так. Стопоклонная молитва. Тут они уже ничего. Раз они молятся. Ну а о чем они молятся? Он молится, может, мне голову отрезать. Ну, на таких я ни разу не попадал. Не попадался. А именно те, которые понимают, что мы злого им не сделаем. Мы верующие. У нас пальцы на скопском в крещении Божьем. Им нужно указывать. Наша Евангелие. Меня Господь не послал чужие верующие не опровергать. Хотя это вещается. Но именно Писание дать им. Писание. Евангелие от Марка. 16 глава, 15 стих. Идите по всему миру. Что делаете? Завоевываете. И проповедуете Евангелие всей твари. Вот я говорю, ты тварь, сейчас я тебе проповедую. А самая последняя тварь, это женщина. После нее Бог ничего не творил уже. Последняя тварь. Вот. И кто будет вернуть и креститься? Спасен будет. Кто не будет вернуть и осуждать, он будет покажен. В этом все. А что они там говорят? Ну, я говорю, вот, пятая сура, аль-майда называется. По-нашему трапезу. Вот, 68-й аят. Говорит, что там говорится, Всевышний дал нам, людям Писание, 47-й аят, стих, говорит. И что мы? Идолы жил. И жил, это Евангелие переводится. У них написано в Корале. И чтобы я по нему жил, не обманывал людей. Я говорю, так, и зло не обманывал. Ваша книга меня одобряет. Мне больше ничего не надо. А остальное там, где какое-то кому сказали. Надо такое знать. Он против, против. У вас книгу сколько съем? У вас в Библии переписывали сколько раз? И каждый раз все по-новому. Я говорю, а как ты узнал? Господь говорит бодро, сказал слово Мое. Вы считали хоть раз в Библии? Нет, а как можете это рассказать? Явно видно, что я вашу фею не трогаю. Я пророгаю вас, Исаия, пророк. Иса, Иисус. Согласен, что у вас пророк. Почему, когда я говорю, что наш Иисус Христос, это Бог, второе кресло Троица, вы сразу в дыблю прямо. Я вам показываю вот так вот. Выпил вот так вот. Иисус, и сказали, не надо, не надо кричать, здоровье. Дови наши, быстроватые. А еще в Библии покажу, вот, и все люди. А другой задает вопрос. Я должен вам доказать, что мы никогда не спорим. Спорит тот, кто ничего не знает. Такое разрешение. А кто знает, то возвращает истину. Поэтому возвращают истину, словительное молоко. Как нам поступать, как решить? Я говорю, простой вопрос. Мы на вахте стояли двое с мусульманином. И волна бывает поделась, как в цунами. И волна у нас была огонь. Ну, может, примерно 15 промежностей. А так, в балке, как холодная вода. И что? Я вас спрашиваю, Ахмат. Ты спасен или нет? Не знаю. У тебя грехи-то есть. Да, как, чтобы любого звать? Нас в милости. Ну, какая милость? Они нас уже все за кятком берут. Мы уже тонем с тобой. А ты. А за меня Христос умер. Я верю в Него. Я принял в это. Больше ничего не требуется. Он меня спасает. Мы сразу начинаем договориться. Сейчас еще две минуты. И вот так, как христиане проповедуют, они не проповедуют. Они не знают. Это мы были в Махачкале, как раз, в Дагестан. У нас мужчины, почти не бывают, принимают книги, там все это, библиотекари. А у них мужчины. Мы шли, видим, стрелка стоит там внизу, по второй этаж. И написано, комната для намаза. Дернут и закрыты. А когда были там, уже сфотографировались, но по-хорошему. Я говорю, уважаемый мужик, вам зайти туда. А он сразу трубку снял. Все открыты. Мы разулись. Мы знаем порядок. Там я больше. И сколько? Двое молились, а один снимал. И у нас сохранилось это. Как мы потом ищете были. И что люди приходят? У нас уже несколько человек в Христе есть, несколько мать. Хорошие люди. Плохих среди них, которые бы были вот так, чтобы не было. Вы где-то кое-что. Поговорили вы потом. Я хочу, чтобы вы убрали. Я говорю, мы не говорили, я же спрашиваю. Что вы не против, чтобы записывали, сажали, на таблице. Не против. Вот ваши слова. Надо беседовать с ней, не говорить о Христе. А о Христе говорить. Это надо знать самому. Да, знать. И все это вина монахов. Они сидели, никому не проповедовали. И сегодня, если вы уже беседу с ними, ты должен Библию знать. А их, я вместо 3 могу сказать на память. Это 19-е, 48-е яд. Почему так говорится? Они главные. Я говорю, вот у нас Моисей, а у вас Муса. Это один и то же? Один. Хорошо, запомни. Второе. У нас Давид, а вас Давид. Это один и то же? Один и то же. Договорились. Ну тогда, блин, в третьем уже. Я спрашиваю, Сулейман и Соломон. Это один и то же? Один и то же. Соломон, Сулейман. Четыре книги Библии, а у вас ни одной. У нас в Молисея 5 книг. Бутие, Исход, Левит, Чистота, Законие. Увы, их ни одного нет. У нас 150 молитв. Куда вы? У них удавили ни одной. Тебя объясните, куда? И вот начинает. Вы объясните, куда? Или это другие, или как? Я знаю, что это не они. А что интересно, Мария, Маня, она одинаковано. 35 раз. У них и 35 раз. И же те, что ты их у них есть. В Коране. Как это? Вот эти, у Сулей, там, на 200 лет. 200 лет спали. Вот отдохнули, правда? А тут мучаешься, по целой счастью. Не знаешь, на какую сторону повалиться. Ну, вот так хорошее у нас занятие. 39, это 40 почти что. Давайте вопросы. Вопросы? Дальше, Львович. Дальше, Львович. Второй стих. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гусках своих. Толкование. И услышал я голос с неба, с Иоаннской горы, с небесного градость, где с Агнцем Христом блаженствовали небожители, и среди них виден Иоанном 144 тысячи. Этот небесный голос был, как шум от множества вод, и становится, как звук сильного грома. Эти звуки сливались в одну дивную гармонию с мелодичными и тихими звуками гуслей. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Звучность, ясность и гармония без напений святых. Струны их сердец слаженно настроены, и дух святой, как смычком, водит по этим струнам, источая дивную песню. Это батюшка служила в Тобольске, а там отец Николай. Ну, бывает такое, если бабка заходит, ну-ка перекрестить правильно, она начинает крестить. И считай, святые Божьи, святые Божьи, не знают, куда руку-то класть. Вот в это время оттуда вышвыривает, она прям из двери туда, вторая, в диппок-то хулиган. Ну-ка, тут Толя пошла, которая у нас была, ну-ка, считай, святые Божьи, святые крепкие. Она святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Ну и помилый нас, отец Николай, а ты где так училась? А она из-под этих подпольщиков, ИПХ, Истинно-Православная Церковь, катакул Никита. Я думаю, что тебя он не выкивал оттуда? Нет, он подогнал у меня. А он поп такой, батюшка знал его, архиев, ну жалоба пошли. И Решел архиев пришел, повстущал, он выходит в одних трусах, чего тебе на глаза-то хоть поднял? Чего вы и лезете, у меня еще выходной сегодня? Владыка, да заходите, у него все готово. Странный голос менял. Сразу из баса такой дискант. Я говорил батюшке, он такой, говорит, и есть. А его на бабки любили. Он заботился о них. Ой-ой-ой. Давай. Третий стих. Они поют, как бы новую песню, перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Толкование. Эта песня несравнима с теми старыми песнями, которые пелись на земле. Эта песня содержит новые, неведомые ранее тайны небесного блаженства. Говорит о тех новых благодеяниях Божьих, которых сподобятся святые на небе. Это также прославление Бога за те новые дела Божественного всемогущества и милосердия, которые будут явлены в тяжелые и ужасные годы кончины века. Песня эта нова также и по своему исполнению, ибо воспевается новая, прославленная тварью на небесах. Поется эта песня перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. Теперь совершенно ясно, что созерцаемая тайнозерителем картина Сиона не иная, как все та же картина небесного престола. Агнца, четырех животных, двадцати четырех старцами и прочих небожителей. Воспевание этой новой песни. Песня первая перед престолом, вторая перед четырьмя животными и третья перед двадцати четырьмя старцами. Есть Бога избранность, и никто не мог научиться всей песне, кроме сих, ста, сорока четырех тысяч. Здесь мы видим небесную иерархию чинность. В небесном грековании будут участвовать все небожители, но не все одинаково. Различна будет слава святых. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезды. И звезда и звезды разница в славе, так и при воскресении мертвых. Первая коринфия, пятнадцатая глава. Так и Господь говорил, что в доме отца моего обители много, каждому по его чину и славе. Из того, что кроме ста сорока четырех тысяч, никто не мог научиться всей песне, видно, что они после четырех животных и двадцати четырех старцев преимуществуют над другими небожителями. Хотя тогда знание отчасти не прекратится, но откровение божественных тайн будет сообразно с настоящей жизнью. Чистота духовная определяет и степень познания духовного. Чистые сердцем Бога узвет. Чем тище человек духовный, тем становится просветленнее и глубже проницаемый взор в созерцании и познании божественных тайн. Кроме того, поскольку эта новая песня особо воспевает те новые благодеяния Божии, которые будут излиты в кончину века, то и воспетана может быть только теми, кто пройдет через это горнило испытаний. Праздник Победы по-настоящему может переживаться только в прошедшем войну. Таким образом, мы видим, что эти 144 тысячи должны рассматриваться как лучшая часть тех 144 тысяч. Число 144 тысячи, и там и там имеет символическое значение, что описано в главе 7, которые означали всех спасенных. Об этих 144 тысячах говорится как об искупленных от земли. Здесь речь не об искуплении от грехов и вечной смерти, а об искуплении от земли, то есть о том, что эти правильники теперь искуплены и освобождены от несчастья и страданий земной жизни, и предстоят пред престолом Бога и Агоста. Далее четко определяется, кого надлежит разуметь под этими 144 тысячами. В стихах 4 и 5 дается 5 их характерных черт. Ну все, на этом. Мы сейчас поедем. В окно какие есть. Подойдите и бегите. Я вам сегодня говорил, что один раз упоминается только библиотека. Открой. Второе вам колесико. 2.13. А один раз вообще библиотека. Не библия упоминается, а слово корень библиотека. То есть книга хранилища. Повестуются также в записях и памятных книгах Неемии, как он, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках, и о Давиде, и письма царей о священных приношениях. А они съездили двое, были в плену, на счастье, у царя высокое положение. Ну и. Ну что интересно, единственный герой Ветхого Завета, за которым ни одного плохого дела нет. Ни одного. И церковь не рекорминизировала. И что сделал? Собрал книги Ветхого Завета. Пол библии. Выпустил народ, отпустили в плен. Это вообще катастрофу Бога. Казалось, никогда не освободился. Меня сегодня вычитали. Первая, вторая глава. Неемии. Дальше. Ну или. Ему царство давало храму дорогой. Это он не взял. Говорит, стыдно. Сказал, так, где же Бог ваш? Вот так. Ну и дальше отстроил стены. Храм. Не он построил, хотя храм. Все подготовлено было. И его не канонизировали. Самое-то удивительное. Они сумели сделать раз в год. А те народы все-то хорошие. Девчата берут на себя. И поэтому дети растут. Вот если у нее акцент какой-то, семя, то она по-английски-то не может еще. Не давать там в Англию поехала. И дети растут. Если бы у них совсем не было, они бы научились. Но так как она, мать, говорит не по-русски, и как попала еще по-английски, и они так, так у них с предложением остаются. И это уже непоколебимо. Переучить нельзя. Никак. Вот почему нанимали гувернанты. Не так, что сами учить, а гувернанты. Вот эти. После войны-то там много. Французов осталось их. При дворах везде устроили. А он еще. Капитанская дочка показывает. Француз. Он налакается, напьется. Но зато говорит и ругается по-русски хорошо. И дети такие вырастали. Смотришь, и я в Толстой. Война и мир, целая страница по-французски. У меня это как раз по изучению языков было. Что я как-то говорю своим студентам. Я говорю, как вот тогда могли так говорить. А ни у кого нет. В школе-то языка не было никакого. Тройку в аттестат поставили, а языка не было. Вот одно как-то за одно у Бога все вымеренное. Что именно... Ну, в школе-то учили сколько, корчен это ведь. Ну, почему у других-то этого не было. Ушли или кто-куда. А меня считают, я много считал, война и мир. Я студентам говорю, вот как так? Они могли, я могу не... Та же выучи. Вот такие разговоры мне не нравятся уже. Я уже перешел в вечную вторую, как говорится, с ним там был. Я вот соседка спросил, говорю, а кто в школе учится? Да, в общем, в шестом классе девочки. Я ее вызвал, говорю, какой язык она говорит? Немецкий. Ну, принесли. Она говорит, да, у нас шестой уже, я пятый класс был. А ущербники эти не есть? Я говорю, посчитай, как... Она стала считать, как Бог услепляется. Я не знаю, как. По-немецки легко, как пишется, так и считает. По-английски писано одно, а считать надо другое. Вот, если ты измечал. Ну, я его начал возвращать к самостоянию. И как-то Бог все так и делает. И вот, в коем случае, я к нему направил работать в МВД, Министерство внутренних дел, а ему принадлежат лагеря, строго режимный лагерь. А там оказалась немка из Берлина. Советский офицер на ней женился, разрешили, видимо. Она работала торговкой, проиграла тут, и мы посадили. Я ей каждый день руки беру. У меня не просто произношение какое, как попалось чисто, а называется Hochdeutsch, то есть высшее, литературное. У него там не было, у меня не было. Вот все, начиная обратно, когда... Меня бы на плане направили, куда-туда и пошел. Мы должны были с ней сойтись вместе. Вот это сейчас фамилия Брауэр у нас Бауэр, а это Брауэр. И вот звать Вальтер, Вальтер Александрович. И сейчас крещение он принял. И имя свое сделал, уже Владимир. Владимир. И что, если вопрос ответить? Один вопрос у меня. Пророк Исаев, 7 глава, 9 стих. Если вы не верите, то потому, что вы неудостоверены. Вот кто такие удостоверены? То есть, когда в практике проверят, что это было удостоверение. Господь говорит, не оставлю тебя и не покину. Ты прочитал, заучил, а я не доставлю в этом. Не оставлю, не покину. А вдруг у меня все отняли. Меня посадили. Там зэки по несколько раз сидели. Я среди них, среди волков один. Он говорит, не оставлю, не покину. И уверен. Только меня привели, я в один день в камеру. Я разулся, а у меня с портянками. И портянки за там наскок упалися. В это время открывается, который капитан какой-то. И тут развязывается, кишки размотают мои постельки. А на утром начальник тюрьмы, Александр Семенович, в салоне спрашивает, ну как, ночь прошла. Я вот тогда тут какой-то был. Он сразу вызвал, кто там был. Да это командировочник какой-то офицер. И он меня должен был толкнуть на это. И я сразу понял, тут могут что угодно с тобой сделать. А он накричал, ушел и еще нет. Представь, меня арестовывают по санкции МГБ, Московского КГБ. И так какой-то знак арестают, что у меня трога нельзя. То есть я должен работать, все, а на правилах не садить. И это сильно помогало. Меня садили, я понял, Господь взял опеку на домой. Пассажир, я помню, Володя Фирсов, А1. Ну, водой камеры. И он так, когда меня крутится, вот архитиллайк был, книга вы не знаете, где достать можно. А КГБ у меня, я насчитал, а ее нет, нет. А я заранее знал. Как заходишь, он маленький, а пространство такое приходит. Одежды висит, а сфера, чтобы шарки ложить. И кто книгу принесет, положи на полку. А сколько людей у меня туда всегда выходили? А я раз в неделю с улицы. Книга. Я ее в зал, архитиллайк был. И насчитать. Теперь положил туда, забрали. Где книга, кто вам дал? Понятно. Ну, как пишут. Ну, на полки на это положили, а потом взяли. У меня к утюге, я не знаю кто. А кто приходил? У меня каждый день не меньше 11 человек. И кто приходил? Не знаю. Интересно, а не мальчишка. Мальчишка, как ведьма, мужчина. И, изволь это, не знаете. У меня такое здоровье, я побирать хочу. Я хочу покаяться перед вами. Я говорю, что, что кажется-то? Ну, я ходил на занятия. Ну, занятия свободные, у них трудные. Да не в этом дело. Я к вам надо ходил. Ну, и что? Да к меня в КГБ напрашивали каждый раз. Я рассказывал, что у вас было. Ну, и что? Что ты рассказывал? Ну, что у вас, родная сестра живет? Так они и без тебя знали. Ну, что вы слово Божие вещать, я надеюсь, и без тебя знали. Что ты мог рассказать? Мне такой, кажется, Вася. Ну, и Вася спокойно, можешь подбирать. Я на тебя ничего не имею. А он почувствовал, что это сильно плохо, и мне надо позвонить. Ну, если бы я таился, делал другое. То у меня все снималось, все открыто. Записи открытые. И вот все это послужило на пользу. А люди, которые в этом нет, это в Базе спрятались и везде. Ну, и сколько претерпели. Вот к нам ходит Валя Барышникова, которая... А ее сестра, Лена, она была одна из них. Ну, и когда арестовали, а его, кажется, фавиль звали. То ли она, Николай. Телефон. Телефон. Тихо, не спори, давайте. Так, тихо, внимание. Алло. Да. Игнать Ильич. Витя. Да ты сразу вызывай, все, чтобы я отвечал. Говори. Витя. И все, я дам, я дам, я дам, я дам. Прошу, тут один вопрос. Да. А отрицательно, не стоит. Это ничего не дает. Христос, это не говорит, чтобы куча собирались, ходили. И сверху вылетали оттуда, вертолет сел. А что-то случилось со стороной? Ничего нету. Засаляет или по-другому сказать, я думаю, что перемени все эти лесополосы. Вот она ходила и теперь замуж вышла. Зачем подойти, когда Господь сюда говорит? Ты звонишь, а мы сейчас сидим, вахта зала потеряют, и занятия у нас идут. Понятно, ладно, ладно. У тебя-то ладно, все? Да, все хорошо, слава. Да спасибо, Христос. Что-то вас там обмануть хотели? Ну, все, большое слава. Да слава тебе Господу. Так, ну все, с Богом. Ага. Благодарю вас. Витя Петерину. Позвоню. В кресло идет, Корабельниково. А мы там были. Чудотворная икона Божьей Матери. Вот она с дурией идет. А она икону нашли где-то на складе была. Что-то тебе там загораживали зерно и что. А потом увидели, мы теперь оттерли, а она там, интересно, там, вероточиться, заточить там. Ну, то есть, все такое. И каждый год, ну, взяли там Барнавод, центральный-то город, а теперь туда пешком ходят каждый год. Крестный ход растянутся далеко, километры. Я видел, как они на машине, прицепка, вот у нас на машине, у тебя такой вот, на этом, на мотоблоке. И икона такая, она высокая, вот такая. И вот ее на веревке растяжку взяли, и сидит священник ее держит, чтобы не упало. Зачем это нужно? А когда в храме было, они маленькие, знаете, напечатали теперь эту икону, и надо еще ее наинтересовать. Священник стоит, и эту иконку маленькую, которая есть, он ее берет, и трет большую икону, и каждый подходит, они энергетику снимают. Ну, язычество стопроцентное. Ну, и мы, когда поехали благовествовать, большое, довольно всего, большое, несколько тысяч. Нашли только два Евангелия на всю деревню. Одна бабушка вытащила, у меня какая-то вот книга есть, Евангелие, наверное, от Ассольник, как сны разгадывали. Мы говорили, надо вот, да не надо, нам еще надо, отец Роман скажет. Отец Роман. А он узнал, что мы тут, а забрады, и все, полный где-то. Он вызвал милицию мою, мы все это снимаем, все сохранилось так. Ну, милицию-то не знаете, вы что делаете? Мы по двуму прошли, и она здесь еще за нами нет. А потом, стоит и только Игнатий Тихонович, я моля, ну, уезжайте отсюда. Я говорю, жители Гадаринские, когда вот он уривали, свиньи-то, и они точно так же, только уходили из нашей местности. Вот. А что они там имеют? И чего нету? Икону привезли, поставили, все теперь домой. Вы знаете, как хорошо было, дождь была, мы ночевали, где-то принимали, кормили. Какое отношение имеет Библия-то? Где Христос сказал, что соберитесь обмога и идите за иконой? Ну, нет же этого нигде. А почему вам было не пойти в это время разбериться на благовестие? Мы там были. И мы это село со всех сторон обжимали. И они еще нету. А потом я не архивею сказал, что у вас там роман такой, а они что, патриот? Они его и беступом сделали теперь. Все. Мы его направили, кажется, в Зарис. Это такое промышленное городишко. Ничего нету в этом, нигде. Я ответил, сказал, ты поверишь, что Виктор задаст вопрос по крестному ходу? Никогда. Ради чего он позвонил? Я не стал плачать. Ну, где-то что-то, наверное, было у нас. На общине разговаривали. Его коснулось. Выдумка. С чистейшей воды выдумка. Вот у нас одна сестра мне звонит. У меня икона, замира, тащила. Счастнее дело. Я говорю, ты звонишь, ты что хочешь с ней делать? Ну, я говорю, мы это не признаем. То есть мы видим, а то есть они как. Ты рядом с православной церкви. Ну, а здесь я в Дарине, там будут ее ревить и целовать. А нам это не надо. Мы должны сами мир оттащить. Мы издаем благоухание, говорят. Для них смертоносная одна смерть, а других живительная жизнь. Считал? Мы издаем благоухание жизни своей. Может, нам это не пристает никак. Еще бы не говорили, чудотворное. Чудотворное должна быть наша жизнь. Заново, говорится, возрожденная. Мы с Богом. Батюшка приехал, я не знаю, там или в любом месте. Шесть монахов говорили где-то. Ничего не занимаются. Все заросло. Вышел пальцы. Жалко этого, так, по-кроссу твоей. Привет. Держит. Что же вы лежите-то? Солнце, жара такая. Работать надо. Ну, ждут, когда счет принесут. Это не надо. Я уберу. Я расслышал его. Он сказал, идите по всему миру. И мы прошли. А вы говорите о себе. Почему обо мне? Давай, я тебе буду говорить. Давай, говори. Ну, ты прочитай Якова 2,18. Прочитай. Как бояться этого люди. Я сегодня об этом говорил. Потому что на этом фоне, если ты что-то делаешь, он-то никто. Он понимает это. Ну, еще может рыпаться там. Это все. Но кто, она скажет кто-нибудь. Ты имеешь веру, а я имею дела. Ты имеешь веру, а я имею дела. Так и написано. Еще. Покажи мне веру твою, бездел твое. А я покажу тебе веру мою. А я показываю и говорю, что это не я, благодать, может, еще ты запомирал. А вы говорите Яков. Апостол Павел, у тебя более вас потрудился, более в опасности, более в дороге, более в лжебрате. Еще вы боитесь-то, потому что у вас ничего нет. И на том фоне, где что-то есть, меня Бог благословил. Вы видите, что вы никто. И поэтому так изглобитесь. Подражайте мне, как я Христу. Павел говорит, и тем, кто увидите наш образ. Я призываю. Ты можешь призвать, что тебе подражали? Нет. Ну, вот я рассказываю, каким образом мне удалось это. В частном порядке, блажимого пределахту 900 лет назад. За 900 лет кто-нибудь издавался откровением, когда я не один. За 5000 лет нету. А я всем разгрыжающим. Ну, а почему бы? Потому что до меня никто не сделал. А почему? Потому что я еще не родился. А было с иллюстрациями. Тем более светлыми мы их раскрасили все. Не было ничего, но я еще не родился. Но если другой отказатель, другой отказатель. Почему я это увидел? А вы уже видели, что канун Андрея Критского для Глашенко написан. Мне-то открыл Бог, а тебе нет. В каждом храме, помилуй меня, Боже, это покаянный канун. А он должен быть и благодарственным, и должен словословие. Да, батюшки, да, у нас это перепечатанное. Где бы чего не было так. Я не просто так, а откровение, толкование. 434 страницы занимает. По всем святым отцам. Три года отец Геннадий Пас работал над этим. Это вообще не было никогда. И сделать комментарии еще к нему. Это 319 комментариев. За 900 лет никто не коснулся. Я всегда добавляю, у меня нет образования гуманитарного, религиозного. У меня есть любовь к Богу, к слову Его. А вы сами себя проверьте, имеете или нет. Вот это вот община есть, но общая. Одинаково понимаем. Святые отцы и каноны церкви. Каноны церкви. По-живу я все разобрал. Вот представь, я нахожусь в Америке, я его держал в Донбине. Это главный монастырь где-то. И я доказываю, сколько всего канонов церкви-то. У Осипа про песок ни один не назовет, не знают. Они не знают. 989. Но за высшим декретарем Истиниана и те, которые временные были, осталось 719. Из 719 правил, это всех вселенских соборов, 9 поместных, апостольские 85 правил и 13 святых отцов. 719. И из них 413 правил ежедневно нарушаются в ЦРПах. 57 процентов. Ну почему никто не указал раньше, потому что я еще не родился. Так это совсем другое. Когда узнали в журнале, давайте немедленно на нам печатать. И куда-то на стольной книге священнослужителя самый капитальный труд был. А теперь я все это издал и выпустил. Этого нет нигде. А почему я внутренне слышу голос? Я не слышу, я его чувствую. Я должен это сделать. В этом спасение. В этом пользе. Я не думал, думаю, как бы так сделать по-выкрутасе. А как бы сделать так, чтобы... У меня мыслей вообще нет таких. Надо, значит. Должно быть так. Вот так, что в Библии один... Во-первых, я не вижу, так как не слышу. И мне радостно, что я не вижу и не слышу. Я вызываю 100% доверие. Считает. Он-то не знает, что считать. Я только называю. В закладке я прихожу, закладываю, там на окне стою. И вы все до единого должны сказать, я ни одного слова не повредил. Я говорю, кому приходят вопросы, не мне вопрос задают там. Божий ответ люди через меня хотят узнать. И я говорю, где написано, и все. Моя миссия моя закончена. И поэтому ни один сектант меня окрывает, не может. Ни один там в горке, ни один аферий. А как узнали? А так же не делаю. Не делаю, я делаю. И на это есть причины. Плохо слышу, плохо вижу. И без него я никуда. Вот как. Даже недостатки свои Господь позволил мне употребить на пользу белого. И считает. Любой вопрос, который есть, разбери. Вот я ему как ответил. Православное так ответили. Нет, они. А мы не согласны. Вы как сектанты отвечаете. Я отвечаю как сектант по Евангелию. А вы отвечаете на православное без Евангелия. И Господь сказал, по слову моего буду судить. Не потому, что тебе за кемечко насорили туда. Простые вопросы, простые ответы я не толкую нигде и никогда. Я рассказывал, когда мне звонят другие государства. Вот найдите такого человека, чтобы мы звонили со всех континентов. И с целью помолиться. Или получить книги. Вот на днях только я получил из отпуска, что ли, один. Я не могу выразить радости, какую мне там книги получили. А получил две фотографии, но он сделал четыре. Как с книгами стоит, он обнял их. Это у меня. Но он просил сделать автограф. Там для автографа пожелания. Но на Библии я не трогаю. А «Кисто православие», она моя книга. Я 40 лет собирал материалы. Я ему написал, каким ты должен быть и с чем ты придешь к Богу. Надо увидеть его, этого человека, чтобы понять, какая у него радость фотографии. Мне это еще не стоило. Да, деньги стоят, деньги, это не даром. Но учитывая, что тысяча экземпляров, а 650 мы только подарили, а что остается? Доказать их, кто еще 120 тебе подарил. Что остается? И поэтому наложено на последнее. Из тех, которые сейчас в последнее идут, я ни одного рубля не получил. Делает Елена. Я не скрываю этого. У нас сразу, у меня должность, еще я старость, сообщенный, и попечитель. Попечитель, я должен знать, какие студенты, роженицы, кто в заключении. То есть я должен все время перед собой держать этих людей, как им помочь. Вот я не скрываю этого, говорю, вот сейчас она, вчера, как она мне сообщила, поступило, 118 тысяч мне. Я уже говорю, вот такие переезжают туда сотни, а остальные ждать, когда сотни опять накопятся. Следующее. Это я хвалюсь Богом моим, и это не мое. Я бы не издал. В общей сложности сегодня издать, что я издал, это 55 миллионов стоимость. Я издал, нигде не объявлял, так, чтобы как, а сейчас люди молятся, помоги Господу, трехтомник издать, и то другое, почему, для Бога. Я говорю, вот завтра выезжать, а сегодня ночью для телеграмма, вам срочно деньги нужны. Откуда вы знали? Я не знаю откуда, но мне сказали, что вы деньгами. А кто ты? Булкин, Демитрий, а где ты? Калининград, а кто ты? Калининград, а кто ты? Калининград. Я говорю, я издал книги, сейчас я не издаю. Ну, хоть на что-то. Как на что-то. Мы едем в поездку, а нам денег. Ну, возьмите. Шестизначная цифра. Там 200 тысяч, 300. На завтра опять. А я дорогу-то еду обеспечить должен. И мне деньги-то на дорогу надо. Только на горючие 440 тысяч за одну поездку потратили. Это полмиллиона. Я теперь, где спрятать мошенника? Если что-то случится, я должен предбить. Я на 4 группы разбиваю и прячу. Но так спрячу, что сам не могу найти. Потому что перепрятать приходится. Я серьезно говорю это. И как? Они дорогой едут, мороженое берут. Я ни разу губы не запачкал даже. На свои деньги. Мне надо, чтобы доехать и вернуться. У меня забота. Они едем, я вижу, что-то он недовольный шофер. А что, мы сейчас заезжали. Это Армения. Это озеро Севастерия, где 40 пущенков заборозили-то. А там рыба, говорит, такая, она дешевая. А уже проехали километр оттуда. Так что же вы молчали-то? Ну вы не берете, не едите. При чем тут я? Вы ешьте. Я вам еще не запрещаю. Ваши деньги. Но те, которые мне пожертвуют, я ей рубля не отдам. И мы приехали, вернулись. Они вернули нас завтра, купили рыбы. Ну чтобы не соблазнять, я взял собаку, ушел в город. Погулял, пришел оттуда. Но если уха без рыбы, я поймем ее. А так нет. Вот наши приезжают. Ну мне вот подарила Ирина тут. И тут я могу. Знает Володя. Он покупает молочное. За одним столом сидим. Но им не ровно. Сметану там взяли, пару яброк не возьму. У меня денег нет. Один ответ. Ну я так тебе даю, а так я не беру. Это мой образ жизни. Заплата на заплате. Вот я перед вами встану сейчас. Вот смотрите, чтобы голова побольше. Вот пришла вшить сюда. А это мне военные дары. Вот все. Хожу в этом колпаке. Шашкура. А теперь посмотри заплату. Ты видишь? Вот эта заплата. Она на весь мир была известна. Что обыкновенные грюки. Адерационный училище расформировал. Это у меня знакомство на самом верху. Генерал-полковник Кирков. Генерал-полковник Борис Евгеньевич. И он мне что прошу, то и дает. 70 шинели, 70 кителей. Звезды, которые там на кителях. Все мы стерлили. Одна, там, серку молот, которая, одна звезда там есть. А это вот. Один миллиметр от смерти. Мы работаем здесь, вот где пилим. Вот этот юноша. Он взял у Игоря, это, дружбу. А она не попрещается. И он, это, ворачивается. А здесь смена сонная. Миллиметр еще ближе бы. Все, я тут же на месте умерла. Ну и, конечно, домой пришел. Я взял заплату. Маленькая, она не такая. Я, вот, для юбилейского. Вот так вот босиком я иду в городе Барнауна. Захожу к прокурору края, генерал-этина. Губернатору края, везде принимают. Ну, нет, бомж. Но у людей, у них понятия есть. Я прихожу не по своим делам. 18 лет сотрудничаю с тюрьмой. Я узнаю, какие нужды. Я попечитель. Попечитель, это за особые заслуги. Что-то я сидел, что узнать нужду каждого, ему помочь. Не тебе, нет, не мне. Я должен им помочь. Разжелиться там, заболели на операцию. Я стараюсь распределить не чужие деньги, а то, которое я имею к ним отношение. Благодарим Богу. До свидания. Моя слава, истеркова, 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 блаженит я, Богородицу. Приску блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашему честней, шубью, ирубим. И славней шубью, и без сомнений есть не родим. И без искрения Бога слава род шубью. Сучу я, Бога, уничтожу, истеркова, истеркова, истеркова. Слава Христу! Благодарю за все, что дает нам каждый день. Слава Христу! Аминь. Аминь. Благодарю за все.